Субтитры делал DimaTorzok 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 покупателю в рекламе. Кстати, это тоже рифт я научил, потому что в рекламу, в объявление, это он сказал, что нужно вкладывать всего себя. Я сижу, я объявление пишу, я не знаю, вот маленькое что-то писал, продам там, и да. Я сижу, в этот час и полтора, это, ну не знаю, это своего рода ключ ко всему остальному. Люди грамотные сейчас, и от того, как вы поставили запятую, они судят о вашем уровне интеллекта. Поэтому здесь нужно учитывать такие мелочи, которые вот в этом маленьком объявлении, а объявления, которые даете в сети, их еще больше людей видит. И вот эта неграмотность, эта некомпетенция, она вылезает сразу, знаете, шьется этими белыми нинками. Вот мне нужно было выбрать именно, почему именно королев, любой можно сказать, город уникальный, это не в том, что он уникальный. И я его сделал таким для покупателя. Почему у меня королев? И здесь очень важно работать, есть такое слово, с возражениями. Взять, допустим, дом, который я продавал, воняет. Ну, волну полное, да? Четырехэтажный. Хорошо, как кирпичный. Дальше, минус. Подъезд без водового замка. Подъезд без водового замка. Воняет он балом. Гвартира без газовой колонки. Естественно, без всяких там коммуникаций. В смысле? Ну, нет ни подводов, ни воды, ни пожиловольств. Вырванные с мясом все люстры. Собственница, гражданка Украины. Правильно. Ну, что там еще? Ну, пока достаточно. Как работать с этими возражениями? Человек спрашивает, какой у вас дом? Кирпичный? Четырехэтажный? Ну, что это? Супер! Представляете, пятиэтажка, старый дом, который делает кирпичный, красавец. Какой чему-то разница? Красавец. Красавец дом. Представляете, перед подъездом вы выходите. Пятиэтажный, девятиэтажка. Сколько народов, сколько машин. А здесь лавочка стоит, яблоки на дворе. Очень красиво, все спокойно. Представляете, вы уже находитесь фактически в таком зеленом оазисе. Человека ты настраиваешь на что-то хорошее. Получается, он про этот четырехэтажный дом, фактически минус превращается в плюсик. Подъезд без водового замка. Представляете, насколько здесь хорошие соседи живут, что дальше не путутся замком. Посмотрите, здесь никаких бычков, не награжено, никто вообще, нет запах. Запахи есть. Подвал. Подъездом проехали, подъезд нормально. Состояние подъезда можно судить по соседям. Значит, соседи хорошие, все, вопрос отпал. Подвал, здесь пахнет подвалом. Специально здесь мы открыли подвал, сегодня лето, у вас же там тоже есть подвальное помещение. Потом мы специально его открыли для того, чтобы вот проветрить, сходите посмотреть. Все, тоже вопрос отпал? Потому что его там помещение, уже пахнет, это его подвал, будущий. Тоже человек, это тоже библиот превращающий в плюс. Дальше, без газовой полуколонки. Пиши, ой, а здесь как, а здесь что, горячая вода? Нет, здесь газовая полуколонка была. Вы знаете, я ее сам распорядился снять, потому что, вы знаете, это предмет повышенной опасности. Вот поэтому, если вы будете здесь, купите квартиру и будете ей пользоваться, я на себя, как вот юрист, как человек, как гражданин, вот там, видите, отец и бароход, я не верну себе ответственность за то, чтобы вы здесь остались ночевать, потому что колонка – это предмет повышенной опасности, я вас пробил себе снять, вот вы ставите себе и вы делаете с ним, потому что хотите, вот поэтому, все, колонка плюс. Все, это хорошо, что снял колонку, молодец, видите, какой озабор, без коммуникаций приходим, ванна, конечно, в хлам, ну, представьте, вы сейчас заходите в ванну и видите там какие-то безумные цветочки, какую-то плитку, ну, это же все индивидуально, цвет, текстура и все остальное, ну, это не нравится вам, берете все это, скалываете молотком, смотрите, в каком она виде, а здесь ничего не надо скалывать, посмотрите, она уже вот, уже все, берете, шлепаете плитку, такая, как вам нравится, вам не нужно эти сумки, все, вы правы, нормально, гражданка Украины, вам еще лучше, знаете, человек просто доверил мне распоряжаться своей квартирой, цены, регулировка и цены, все остальное, она будет только на сделке, вот вам еще лучше продать, а сколько лет собственности, вам какая разница, это ее проблема, она будет платить все, тоже вопрос на том, поэтому здесь вот эта работа с этими возражениями, это нужно, конечно, экспромтом, бывает такое спрашивают, о чем, ну, бывает даже, как-то вот теряешься, ну, там не нужно теряться, лучше, может, что-то сказать такое, чтобы человек был ответ на услышание, вот, пришло 54 человека, было 54 просмотра, очень сложные люди, все, ну, даже были с риэлторами, даже были из нашего, как бы, дочерняя, вот, кого-нибудь, отриумфальная арка, они даже не заподозрили, что это аукцион, приходили там, сюда смотрели, да, вот такая цена, да, вот, знаете, там уже срочно продать, все смотрели, все это, все это, можно сказать, скушали, все понравилось, все отлично, вот, вот, я думаю, что человек, для того, чтобы обратить внимание, у нас есть люди, которые проводили аукцион под Москвой, я спрашиваю, почему не получилось, почему все так прям, в первых, маленькая комиссия, конечно, цены, вот настолько важно, думаете, 50 тысяч, 100 тысяч, поэтому вот человека поднять вот на какой-то там уровень, это уже все невозможно, они настолько вот узко ограничены по ценам, это не Москва, в Москве здесь можно, там, миллион туда, миллион сюда, посмотрели, там более осторожные люди, все-таки, и именно, чем мне понравилось, вот, мой подход к поведению аукционов, мне понравилось, что когда мы приехали не только из Королева, а я сказал, что Королево очень хороший город, тройное кольцо ПВО, мы погибли последнее, убедительно звучало, люди приехали отсюда, приезжали из Красноармейска, из Орехова-Зуева, приезжали из Павлова-Посада, приезжали даже, вот, вот, поэтому здесь, если рассматривать работу с Павлова-Посадом, вот с этим вот, как сказать, предметом, предметом, мягко выражаясь, я думаю, здесь нужно вот к этому как раз предмету относиться очень, потому что они ногами-то уже стоят в Москве, а умом-то еще в Подмосковье, понимаете, вот здесь, в Новой Москве, тяжело на работе, потому что цены и все остальное, здесь очень деликатный, нужен подход. И еще очень важно, я бы хотел на последок сказать, что, знаете, работа все-таки в таком агентстве, как Юсин, она предполагает очень большую ответственность, потому что, что-то, если мы делаем некомпетентно, то, прежде всего, это накладывает отпечаток на агентство, потому что аукцион. «А, у вас Юсин?» и «А, не, нам не нужно, все, спасибо». То есть, они уже обожглись, уже кто-то, уже там, чего-то там нашкодил, что-то не получилось, поэтому, беря на себя ответственность, нужно оценивать свои силы. Если вы берете объект, вот перед этим у меня тоже была сделка, очень сложно, схватился, промучился, а вот, чтобы не упасть на свой грязь, я все-таки довел это все, доказал, очень сложно, там за четыре собственника, и все, было все, в общем, полный комплект, полный вот, прям, с опекой, с ипотекой, с гомосекой, со всем. Это до такой степени вот было сложно, знаете, ну, поэтому, беря на себя такую ответственность, прежде всего, думайте об агентстве, чтобы вы из этого положения, из этой ситуации вышли победителями, чтобы для нас, вот, для Владимировича, знаете, сколько агентство делает, я посмотрю, сколько оно делает, вот, для нас, для всех, а то мы просто пришли, и нам кажется, что все очень просто, на самом деле, он же мог бы снять там где-нибудь, какое-нибудь место, правильно? Потому что я вот, перед тем, как сюда прийти, я обошел очень много агентств, заходишь, там какой-то лифт, какой-то коридор, потом еще один лифт, потом еще какой-то коридор, заходишь, и там такая вот, как, типа, кладовочки, какие-то компьютеры, ну, ушел, не потому что я там, ну, невозможно работать в такой ситуации, для того, чтобы была хорошая отдача, нужно хорошее вложение, не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов, поэтому, в других агентствах было там, не буду называть, потому что, не до бога, ты в интернет попадешь, чтобы никому там, знаете, не было обидно, я, там, братков видел, там, которые, там, реально на себя заставили работать людей, мальчик выходит, там, какой-то, я не знаю, там, начинает рассказывать, кто тут хорошо зарабатывает, сама там потяком воняет, и обувь, и одежда такая, ну, видно, что мальчик зарабатывает хорошо, видно, очень нежадный у них, там, значит, босс, кому ты будешь тереть, да, ну, вот, и таких вот тоже обошел, то ли дело пришел сюда, только на преображение, вот, пришел, хороший офис, Юрий Георгиевич, польяжник, хорошо, нет, прекрасная речь, казалось бы, я, вот, идя вот к и движимость, о чем я практически, ну, мечтал, я всю жизнь думал, что, наверное, это, ну, непостишимо мне, потому что это все-таки высший километтаж, и я еще был не готов, вас Илья Владимирович, Дима родится, все наши водостальники, они вас через этот лес ведут вот за руку, и вот показывают тропинку, если вы идете сами через этот лес, они там же, они есть, они в кустах сидят, вот, вы же их видите, подойдите к Диме, подойдите к рифу, подойдите еще, выберите вот это, но вы идите, все равно нужно идти, вы все равно дойдете вот именно к этому успеху, и ваша результатность, которая у вас есть, вы развиваете, вы, вот, пытаетесь что-то такое в себе, вот, ну, найти, чего нет ни у кого, а у вас у всех есть что-то такое, чего нет ни у кого, поэтому, вот эти меры воздействия на человека, на собственника, на кого угодно, это лично будет ваша заслуга, чего больше не умеет никто, вот развейте себе, вот найдите себе это вот маленькое, маленькое качество, на которое вот именно отзовется ваш клиент, которое вот вам будет приносить прибыль, выбирайте такие объекты, которые не будут вам портить нервы, отравлять жизнь, не будут вас напрягать, я думаю, что вот все эти занятия, которые здесь происходят, они именно настроены на то, чтобы вас именно вот даже не зарядить, а попытаться вас заставить верить в себя, вот, а я думаю, что здесь случайных людей нет, коль мы уже здесь такие, и видя вот наставников, которые это все нам показывают, я думаю, нужно равняться на них, но ни в коем случае не повторять их, потому что, смотрите, у нас люди, сколько наставников, и они все разные, ни в коем случае не повторять, у каждого свои методы работы, здесь не должно быть именно шаблонного подхода, и вот эти слова, как скрипты, и, конечно, дело хорошее там, я не знаю, ну, это для, не знаю, для начинающих, поэтому люди, которые хотят чем-то достичь, они должны пользоваться своей индивидуальностью, и своей харизмой, и используя опыт, и накапливать его, и совершенствоваться именно самим. Так что, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ